В суде Нейнского округа сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя поселка Устькара. Оленевод обвиняется в убийстве человека. Преступление совершено с особой жестокостью. Олег Хатанзейский ознакомился с подробностями уголовного дела. Сохраняя полное спокойствие, 30-летний Виталий Лаптандер сразу дал понять. На судебном заседании он готов сотрудничать со следственными органами. Подсудимый и сейчас пытается найти себе оправдание. Мужчина утверждает, что он не убивал своего приятия. С обвинением согласился лишь частично, но с чем не согласен, в зале суда отвечать не захотел. В какой части вы ведете, не знаете? Трагическая история случилась 3 мая этого года. Все произошло в 40 километрах от поселка Устькара, недалеко от избы общезнакомой подсудимого и погибшего. По версии следствия, после изрядного застолья между мужчинами разгорелся конфликт. Погибший отказался везти на снегоходе своего друга в поселок. Словесная брань переросла в драку. Женщина выгнала пьяных мужчин на улицу, где они продолжали выяснять отношения. Из протокола следствия обвиняемый нанес своему неприятелю несколько ударов кулаком в область головы, а затем, взяв в руки камень, добил Георгия Сидея. Продолжая свой преступный умысел, направленный на убийство Сидея, действуя с особой жестокостью, применяя особо мучительный для потерпевшего способ решения жизни путем сожжения зажива. Когда пострадавший потерял сознание, Виталий Лаптандер взял канистру с бензином, облил тело друга и поджег его. А подсудимый придерживается другой истории. На следствии он заявил, что безознательное тело приятеля, а на тот момент погибший еще был жив, лежало возле снегохода, рядом с которым образовалась лужа из бензина. Покурив, обвиняемый выбросил окурок, но не заметил, как он полетел в сторону лужи. Мгновенно произошло возгорание. Из огромного списка свидетелей дела на судебный процесс пришел лишь один участковый поселка. Все остальные по уважительным причинам не смогли добраться до столицы округа. Полицейский в деле Виталия Лаптандера представляет сторону обвинения. Главное, что интересовало прокурора, когда и при каких обстоятельствах удалось задержать подсудимого. По месту жительства он отсутствовал, соседи ничего не могли пояснить. Я как понял, с его слов позже, что он домой возвращался пешком из-за данного места происшествия. Сейчас суду предстоит выяснить еще ряд важнейших вопросов. Выслушать свидетелей как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. О сроке наказания пока говорить рано. Впрочем, тюрьмы обвиняемому не избежать точно. Тем более, Виталий Лаптандер уже имел срок, правда, условный. Отбывал он его в психиатрической больнице. Олег Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.